Привет, друзья, я Григорий Герман. ФСБ уничтожит Путина. Не сегодня, не завтра, может быть, даже не послезавтра, но в какой-то момент, став единственным центром реальной силы, ФСБ придет к логичному выводу, что единственный способ вытащить страну из пучины и спасти ее от развала с провоцированного нестабильностью, это убрать пляшивого из формулы. Насколько эта теория имеет право на существование? Давайте попробуем разобраться со всех сторон. С одной стороны, как ФСБ может поднять руку на того, кто является плотью от плоти службы? Кто птенец материнского для ФСБ КГБшного гнезда? Кто воскресил контору в ее прежнем всесильном величии? А с другой стороны, Путин все время своего правления играл с ФСБ в езуитскую единственно правильную, но для себя лично игру в усиление и ослабление разных силовых центров в российской власти. Плюс философия диктаторской власти требует того, чтобы разные группы и разные силы боролись между собой за место у золотого стульчака, тратя ресурсы и время на борьбу между собой, а не на приход к власти через свержение тирана. С третьей стороны, в борьбе разных силовиков между собой нет ничего плохого для государства, потому что в конкуренции и попытках обойти своего визави силовики становятся эффективнее, не закисают. Правда, в России, как показал опыт агрессии против Украины, это противостояние и конкуренция привели к тому, что все центры, обладающие силовым ресурсом, проявили свою максимальную неэффективность. Что ФСБ, что армия вступили в войну, вооруженные планами, основанными на ошибочных исходных данных. И в ходе агрессии они тратят ресурсы на борьбу между собой, а не на борьбу с Украиной. Тоже, кстати, характерная для диктатур ситуация, когда в основу планов ложатся нереальные данные, а цифры и сообщения, приятные для диктаторских ушей. А вот когда жареный петух расклевывает скрепное место до кости, первое интуитивное движение у таких структур это не провести совместно работу над ошибками, а первым обвинить в провале своего конкурента перед светлым ликом великого вождя малого формата. Удастся ли ФСБ снять Шойгу и Герасимова? Сможет ли служба стать единственным центром абсолютной силы в России? И к чему это может привести? Путина, армию и само ФСБ. И глобально Россию. Мы попытались найти ответы на эти вопросы в беседах с политологами Аббасом Галямовым и Александром Антонюком. Оставайтесь, будет интересно. Понятное дело, что всегда в Российской Федерации, да и не только там, противостояние спецслужб это путь к их эффективности. КГБ противостояло ГРУ, а КГБ всегда противостояло армии и так далее и тому подобное. А можно ли сказать, что то, что происходит сейчас в России, то, что ФСБ активно копает и под Шойгу, и под Герасимова, это всего лишь продолжение вот этой традиции? Или там есть что-то более глубокое? Нет, это абсолютно их нетрадиция, которая, как ты и сказал, она неизменна еще со времен начала Советского Союза. То есть это описали, да, вообще, как мы говорим, ФСБ, которая является предельником КГБ, то есть НКВД, да, в данном случае это как раз тот момент, который, где они взяли абсолютно полноценную власть. Мы сейчас просто для нашего зрителя объясним, что такое власть в России. Это симбиоз криминала и спецслужб. То, что у нас там представляется еще Министерство обороны плюс ГРУ, это чуть другие люди, другие башни Кремля. Ну и, конечно, это их неречная борьба, поэтому я думаю, что... Скажем так, в этом сезоне, начиная после развала Советского Союза, с момента, когда Ельцин стал президентом, по существу ФСБ активно проводило свою политику, и вот если мы вот просмотрим историю, как появился Путин, на каких должностях, с момента, когда он еще вернулся с ФРГ, то есть, в принципе, можем сказать, что ФСБ, еще тогда КГБ, потом же, опять же, это те же люди, та же структура, они реализовывали свой стратегический план возобновения Советского Союза, они в одном из интервью в детстве еще помнят, на радио, по-моему, «Свобода», кто-то из из них таких, когда чиновников, сказал, что Советский Союз возобновится там через несколько десятков лет, даже если он сейчас распадется. То есть, еще это накануне Советского Союза, у меня дедушка просто слушал, когда вот эти вражеские голоса на тот момент, а я как-то краем уха это тоже слышал, и плюс, как дедушка, как внука, которого проводил, то есть, в понятии вообще политика, это первый мой такой вот опыт, то есть, я почему-то эти вещи запомнил. А сегодня они мне сложились пазлики, потому что, если действительно анализировать, как Путина приводили к власти, мы можем действительно говорить о нескольких, десятках, может, сотен, там, ключевых спецопераций по захвату власти, потому что Россия в 90-х хотя бы выглядела имитировала, ну, скажем, как демократическая страна, ну, были вот эти яблока, там, кто-то еще, СПС или как там они там назывались, господи, уже забыл даже. И вот с момента, когда Путин пришел в предклассе, то есть, это мы можем все равно говорить, что это дворцовый был переворот, да, вот этот шаг, который, там, сказал, устал, ухожу, дальше что у нас было? Точнее, у них, отрывы, домов, чеченские две войны. И все равно с каждым годом, с каждым сезоном ФСБ только усилит. Если посмотреть на ситуацию сейчас, какие цели преследует ФСБ, требуя убрать Шойгу и Герасимова, работая против них? Я думаю, что природа вот этого требования, она связана с тем, что контрразведка видит крайне низкий авторитет Шойгу с Герасимовым в войсках. И они понимают, что, конечно, на боеспособности армия это сказывается не лучшим способом. То есть, люди, которые гонят людей на смерть, конечно, должны пользоваться максимальным, так сказать, авторитетом у людей, которых они на смерть посылают. Потому что это такая штука, где одной властью можно пытаться обойтись, но лучше, конечно, чтобы к этому прилагался моральный авторитет, уважение. А уважение к Шойгу с Герасимовым взяться неоткуда, потому что на протяжении полугода Кригожин буквально ноги о них вытирал. Особенно во время мятежа, когда уж совсем зашло до позорища, когда они от него буквально физически, в смысле слова, убегали. Когда он за ним буквально по всей стране гонялся, рычал там, так сказать, выходите подлые трусы. Они прятались сначала в Ростове, потом в Москве, потом вообще неизвестно где, неделю там после этого видно не было. Вот. А армия это такая среда, где, конечно же, трусы не уважают. И в этом смысле, конечно, Путину надо бы их убрать, но Путин не может себе позволить этого сделать. Вернее, сейчас может после смерти Кригожина. Он не мог, пока Кригожин был жив, потому что это выглядело бы, как будто он сделал это под давлением. Тогда бы непонятно было, кто в стране главный, Путин или Кригожин. Но сейчас, после смерти Кригожина, конечно, в принципе, это становится возможным. И чекисты, возможно, это почувствовали. Да, и поэтому, ну, это требование поставили по повестке. Ну, то есть, им по работе положено выдать свое заключение, свои рекомендации по ситуации в армии. До какого-то момента они этого не делали, понимая, что, по сути, они подыграют Кригожину, когда это сделают. А сейчас, после смерти Кригожина, это можно делать. Они действительно, я предполагаю, сейчас могут желать усиления российской армии? Или же это чистая какая-то попытка снести тех, кто ближе к телу? Ну, это не только к телу. Это, в первую очередь, потоки. Это финансы. Потому что все основные потоки идут в первую очередь на финансово. Их, да, то есть, в этом плане, это подрядчики. Это ресурсы человеческие. Это, опять же, эти возможности. Тело это такое. Давай, опять же, мы напомним нашему зрителю, что Путин это проект ФСБ. ФСБшный и так далее. То есть, скажем так, его привели, его завтра и уберут. То, что Путин уйдет из этой жизни не в своей смерти, мне в этом вообще... Даже если это будет говориться о инфаркте и так далее, мне в этом вообще следили. Нет. Контролированный процесс. Это, опять же, это борьба к вам. Потому что и Шойгу, и Герасимов, и еще там некоторые выплодыши, это все равно люди, которые вышли, большинство из них, это же не элиты, это же, опять же, криминал. Это вот симбиоз, который друг друга сегодня седает. В данном случае. Это, во-первых, это личные отношения. Это потоковые отношения. Ну и опять же, это абсолютный контроль за политикой в России. Почему я говорю, что Российская Федерация в данном случае, это уже далеко даже не та, что Российская Федерация в начале 22-го года. Да, потому что после того, как они открыли широкомасштабную фазу войны, и заметь, первый раз получили по зубам. Другое слово. Но получили первый раз по зубам. Так хорошо получают. И другие бы адекватные, то есть военные, они же когда-то вообще-то все понимают. И как раз военные менее всего заинтересованы в продолжении этой войны. И я уверяю, что Герасимов далеко не восхищение, что ему приходится сейчас командовать этой всей темой. Потому что, понятное дело, то, что он уже преступник. А в крайнем моменте он четко понимает все математически даже. Он далеко не глупый генерал. Да, то есть человека нельзя недооценить. И он прекрасно понимает, чем дальше они будут застревать, какие будут последствия. В том числе для его армии. У него же мобилизация идет. То есть с сентября, скорее всего, говорят, что еще хотят домобилизировать. И в этом контексте, конечно, если где-то высказывают какие-то сомнения, это мое, опять же, домыслы, скорее всего. Но я думаю, что оно все равно так и есть. То в этом плане для ФСБшников, а Путин, опять же, он не военный, он чекист. Это означает в том плане, что лучше тогда, опять же, перебить Шайбу, Герасим и так далее, завести своих. Ну и как они привыкли действовать на этими все спецоперациями. И в этом контексте, почему я понимаю для себя, что на каком-то этапе ФСБ игру могут быть в каком-то этапе даже вот такими большими-большими союзниками. Союзниками в деле снесения Шайбу и Герасимова. Правильно я понимаю? И снесение Герасимова, да, и возможно, если уже начнутся какие-то, ну, то зачистка там, условно там, того же Кадыра восстанавливает. Возможно. Понятно, что в конце концов все они хотят власть, влияние и денег. Это, в принципе, это вообще самая коррумпированная структура страны. Ну, вот ФСБ, там, Следственный комитет, прокуратура, ну, вообще силовики МВД. Это самая коррумпированная корпорация в стране. И поэтому, в конце концов, там, все они решают какие-то свои шкурнички. Но ты же не можешь это делать официально, так сказать, да? Это надо делать в свободное от работы время, а чтобы занимать это рабочее место, которое позволяет тебе эти шкурнички решать, ну, нужно еще и на Путина работать. Не на страну, а именно на Путина. Если ФСБ удастся снести Шойгу и Герасимова, будет ли это, по сути, фактическим признанием того, что спецоперация не достигает своих целей, того, что все идет не по плану? И если это так, да, то как это согласуется со словами Путина, что все хорошо, прекрасная маркиза, все идет по плану, да, цели СВО достигнуты, контрнаступления в САУ провалены, и так далее, и тому подобное. Да, на пропаганду всего нужно там смотреть. То есть то, что я вижу, как раз, они-то понимают, что спецоперация может провалиться, но тут же в другой момент, если провалилась одна спецоперация, значит, нужно готовить вторую. Вот это как раз, вот это будет, значит, вот это провалилось, мы готовим вторую. И когда мы говорим о контролированной смуте, это часть подготовки второй спецоперации, да, условно. Когда я вспоминал условно... в условном русском, условно, да, это подготовка к следующему этапе спецоперации. То есть транзит власти, это подготовка к следующей, следующей спецоперации. Следующей спецоперации, что ты имеешь в виду? А это у них стратегическая цель выйти на границы бывшего Советского Союза. За исключением стран НАТО, условно, балтийских стран. Потому что после Украины, скорее всего, конфликты, опять же, возобновятся, возможно, в Нагорном Карабахе. Хотя Азербайджан сейчас в Турции в очень хороших союзнических отношениях. Казахстан очень сильно рискует оказаться в военном положении, по такому соответствии. То есть часть территории, которую они себе поставили присоединить к России как субъекту Российской Федерации, часть сделать союзными государственными. То есть это у них такой четкий план до 1936 года. То есть это озвучено тем же Путином. Но, можно понимать, это не план Путина, это их государственная стратегическая политика. Путин или другие, это всего лишь персонажи. Да, конечно, они субъектны, они, конечно, влияют на процессы и так далее. То есть это диктаторы. Но диктаторы, они же тоже уязвимы. Потому что диктаторы всегда зависят от своего окружения. Которые они боятся, которому они не доверяют. Поэтому Путин будет до последнего удерживать Шойгу и Герасимова, понимая вот эти, как раз он балансирует все вот эти противовесы для того, чтобы остаться как бы целым и живым. Ну, смотрите. Делать вид, что все идет по плану, это очень важно. Но это не единственная задача, которую надо решать. Надо еще и, чтобы реально все шло по плану, понимаете? То есть, условно говоря, Гитлер до мая 1945 года, до апреля 1945 года мог говорить, что все идет по плану. А потом вынужден был покончить самоубийством. Понимаете? То есть, надо, да, уважать желание Путина, значит, демонстрировать, что все идет по плану. Но при этом войну-то как-то надо остановить контрнаступление украинцев. Надо как-то заикарить, так сказать. Наши, потому что бегут собаки, отступают. Понимаете? И эта задача, с контрразведчиков ее тоже никто не снимает, понимаете? И Путин орет, по кулакам поставил, стучит и кричит. Почему сволочи оставили, как на Ре, я забыл. Работина. Работина, да-да-да. Почему Работина оставили, мать вашу, значит? И эту проблему тоже надо решать. Понимаете? Не только проблему, что типа... Ну, то есть, это ошибка думать, что они все с утра до вечера сидят и думают, как бы нам делать вид, что все идет по плану. Да, надо это делать, но надо и другие задачи решать. Окей. А отход или отставка Герасимова и Шойгу, по-вашему, реально сможет изменить катастрофическое положение в российском? Ну, смотрите, реально не изменит. Но виноваты будет... Пробовать-то надо. Пробовать-то надо все равно, понимаете? Ну, то есть, если поставить... Я не знаю, есть ли там кто-то авторитетный, но, предположим, кто-то есть менее дискредитированный. Если такового поставить, то, ну, исполнительная дисциплина в армии повысится. И это уже материальный фактор. То есть, может быть, чуть лучше воевать станут. Может, и не станут. Да? Но пробовать-то надо. То есть, у них же не то, что там куча опций, значит... Не, это не сработает. Лучше давайте план А не сработает, давайте план Б. Да у них нету, кроме плана А, там других вариантов. Понимаете, все равно надо делать. Так что я думаю, что вот эта утечка о том, что они эту задачу, Путину предлагают убрать этих людей, абсолютно правильная. Я абсолютно с ней согласен, хотя бы потому, что я сам уже давным-давно говорю, что за интересом Путина отставка Герасимова и Шайгу реально отвечает. Да, ну, военным интересом. С точки зрения политики, я всегда говорил, что он не может себе позволить это сделать, потому что получше, что он делает это под давлением Пригожина. Всего фактора Пригожина нет. Теперь никто не скажет, что Путин это сделал под давлением Пригожина. Теперь можно убирать. Поэтому я думаю, что сейчас Путин это вполне в состоянии сделать. Учитывая выборы впереди президента Российской Федерации, как будет себя вести ФСБ во время выборов президента? Оно будет полностью поддерживать на стороне Путина и поддерживать его переизбрание в очередной раз? Или может быть транзит власти может быть в этот момент? Ну, транзит власти, скорее всего, ну, опять же говорю, это будет зависеть от того, с чем мы выйдем на весну, с каким результатом на фронте. Наш фронт и выборы и политика в Российской Федерации очень напрямую завязаны. То есть, вот, почему я говорю, что с Путиным может что-то случиться? То есть, одного персонажа откатали и сейчас спрятали. Да, то есть, второй сидит в СИЗО. Но в СИЗО это не президентский формат, это есть учитель на парламенте и так далее. Все-таки будет зависеть от, почему я говорю, что вопрос Крыма, он как раз станет этим предвестником, скажем, понижения потом в будущем фазы войны. Потому что я не говорю о окончании войны, потому что окончание войны, в моем понимании, это все-таки какой-то документ. А его не будет, я думаю, еще очень долго и долго и долго в контексте. Если мы говорим о роли ФСБ, в целом, и вообще с Путиным, нельзя сосредотачивать только на ФСБ. Это тоже неправильно. То есть, мы должны еще смотреть за второй рукой, это брушки. Они работают не менее эффективно. Так вот, они кроме выборов по Путине, они еще будут, и они влияют на выборы в западных странах. У нас выборы будут в Соединенных Штатах Америки. А в сериях стран Европейского Союза тоже там, либо парламентские, либо европарламентские выборы. И там они очень-очень эффективно работают. Если мы оцениваем вторую фазу спецоперации, мы должны понимать, что у них расчет идет еще, чтобы после 2024 года в ключевых странах мира поменялось политическое руководство. А это значит, чтобы поменялось политический вектор и лояльность, и нарративы по отношению к России. То есть, вот это более глобальный процесс, который мы должны учитывать. И Путин в этом плане, это всего лишь один незначительный эпизод. Не будет Путина, условно, тут же Русской справится с задачей. Тем более, что в состоянии по легенде, если мы говорим на транзите власти, в моем понимании, должен быть человек, которого нельзя будет обвинить в каких-то преступлениях. То есть, Россия должна создавать, что она чуть-чуть поменялась и так далее, что она не такая уже агрессивная. Вот, когда мы говорили там, словно, Патрушево-младший может быть президентом кандидата? Может. Но, если они запустят процесс через транзит власти, то есть, сначала кто-то нейтральный, условно, рукопожатный, плюс знаменитый и так далее, тогда уже могут Патрушева использовать в этом младшем формате, как в свое время там спутник. Потому что, опять же, на Западе тоже должна быть легенда, хотя бы в том, что, ну вот смотрите, какие вы претензии, условно, имеете к этому кандидату? То есть, он не привластен, вообще был неким и так далее, и так далее. То есть, с ним встречаются, у него нет там никаких там криминальных дел и так далее. И поэтому, в этом контексте я всегда оцениваю как раз и опасность, и глобальность, что, какие вот варианты прорабатывает спецслужба Российской Федерации. Игру и ФСБ. В каких-то моментах они сходятся, в каких-то расходятся. ФСБ в какой-то определенный момент может перспективу в операции преемник или же в трансфере власти для кого-то своего? Она в какой-то момент, контора может сыграть. Но не факт, что она, скорее всего, она не сможет сыграть как единое целое. Опять, у одного генерала будет один интерес, у другого генерала другой интерес. Сейчас каждый ориентирован на кого-то вовне. Вот, поэтому они... Ну, то есть, знаете, когда я в прошлом году писал свой доклад про преемника, я специально подчеркнул, что, в принципе, силовики и, в первую очередь, ФСБ сейчас уже владеют блокпакетом, так сказать, на выдвижение преемника. То есть, они еще не настолько сильны, чтобы диктовать Путину, кто станет преемником. Но они уже достаточно сильны, чтобы Путин не был уверен, что если он попытается сделать преемником кого-то принципиально неприемлемого для ФСБ, значит, ну и продавить ФСБ. То есть, раньше Путину плевать было на Малочки. Но он мог что угодно делать. Вот он Медведева сделал в 2008-м. Хотя, опять же, видите, как он сделал Медведева преемника в 2008-м. Это совершенно не устраивало силовиков. Вот. И через три месяца случилась грузинская война, война в Крузии. У меня, собственно, теория есть по поводу той войны. Значит, я считаю, что это сделали, как раз ее спровоцировали силовики. Ну, вот такой, знаете, молчаливого кивка Путина, который тоже вдруг почувствовал, что почеред под ног начинает потихоньку уплывать. Димон-то такой активный оказался, модернизатор такой. Да? И в сторону Запада что-то прям как стал активно смотреть. И чтобы вот он слишком далеко туда не зашел, силовики решили его, так сказать, запереть. Ну, то есть создать ситуацию, при которой у Медведева ничего не останется другого, кроме как, пока он еще не очень оперился, так сказать, пойти на конфликт с Западом. Да? И его вот это патриотическое стойло, так сказать, поставили они тогда. Но тогда, я думаю, это произошло с, вот я говорю, с одобрением Путин. То есть, я не думаю, что Путин сам это спланировал. Я думаю, они пришли к нему с предложением. И он так сказал, ну, давайте так. Вот я сейчас уеду в Пекин на Олимпиаду, а вы тут, типа, делайте. И я думаю, что сейчас они уже могут себе позволить, если им что-то не понравится, сыграть в такую же игру, заблокировав назначение преемника, уже без Путина, самостоятельно. И я думаю, Путин это чувствует, понимает. И поэтому их точку зрения тоже, выбирая преемника, тоже будет учитывать. Я думаю, будет силовикам действовать, вот ФСБ действовать единым кланом, ну, единой силой такой, знаете, будет очень трудно. Там внутри они все поделены и друг друга зачастую ненавидят больше, чем украинцев и американцев вместе взятых. То есть, тут стоит вспомнить Дарвина, который говорил, что внутри видовая борьба за выживание наиболее бескомпромиссная. Вот, наиболее конфликтная, так сказать. Вот, относится не только к животным, но и к ФСБ. В случае наших успехов на фронте существует такая конспирологическая, пока что еще теория, с моей точки зрения конспирологическая, но тем не менее, достаточно интересная, чтобы ее просто обсудить. О том, что в случае, если ФСБ удастся снести Шойгу и Герасимова, в случае продолжения поражений России на фронте, следующий шаг – это убрать Путина. Убрать Путина для того, чтобы свалить на него всю вину за все поражения и выйти на Запад якобы с чистым листом для получения каких-то определенных преференций или же хотя бы паузы. Паузы, которая нужна будет для подготовки нового СВО 2.0, да? Ну, я вот смотри, в любом случае снести Шойгу и Герасимова – это уже начальный этап снести Путина. Все, если их снесут, то в следующем, в принципе, Путин уже, как это будет, мы не знаем. Это может быть под разными там соусами. Но это означает, что Путин, скорее всего, пребывает на своей должности в какой-то последний период, и в 2025 году мы можем, скорее всего, его не видеть. Если, условно, в ближайшее время снесут этих двух аваритов. Ну, потому что это, опять же, начнется вертикальство. Дальше снесение этих ребят запустит, скорее всего, опять же, какое-то недовольство в том же плане, мне кажется, и в вооруженных силах, особенно там разных, потому что они все генералы захотят быть ответственными. То есть в любом случае Россия стоит перед СМУ. Поэтому, когда я озвучиваю тезисы, допустим, что перед Западом, опять же, посмотрим, а кто будет в 2025 году, скажем, в белом сидеть в Белом доме, а в Белом штатах Америки. Мы сейчас сказать это, наверное, не можем. Давайте посмотрим потом, как выборы пройдут в Германии и в Европарламент. То есть и в сфере других стран мы просто будем видеть, насколько позиции России будут соответствовать. Но то, что Россия или спецслужбы захотят сделать, ну, условно, да, то есть будет проще на Путина повешать террор. Опять же, в чем феномен? Почему Путин сегодня неэффективен? Он выехать из России не может даже вас. Да, 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 да. Ну, понятно. Постепенно весь мир обвешал Путина собаками со всех сторон. Собаками, блохами, прищатками. Он как еж сейчас выглядит. А коммуницировать как-то нужно, как-то нужно, да. Как-то нужно. Значит, его нужно убирать, скорее всего, да. То есть поэтому Путин тоже бесится. Почему он начинает закручивать вот эти все гайки, да. Ну, когда ты гайку перекручиваешь, она срывает. Поэтому он уже на этапе срыва этой гайки. То есть в моем понимании, ну, я опять же говорю, чисто это мы уже говорим, что есть какие-то пожелания и конспирологии. Ну, я очень надеюсь, ну, или пока что так просматривать. Хотя бы так, я вижу, что спецслужбы российской передвижности. Рассматривать, да. Знаете, Путин. В принципе, такие вещи иногда случаются. И Путин ее тоже в голове держит. Да, он, повторюсь, он никогда не хочет, никогда... То есть всегда внимательно следил, чтобы кто-то через чуть-чуть сильно не усилился. Да, да. Чтобы всегда этот кто-то нуждался в защите от кого-то другого по лице Путина. Да, чтобы вот шли к Путину жаловаться. Условно говоря, Патрушев шел жаловаться на Черкесова, а Черкесов шел жаловаться на Патрушева к Путину. Но в какой-то момент они дестабилизировали ситуацию настолько, что он вынужден был, значит, обоим надавать подзатыльников. Да. Так что, да, давайте посмотрим, может быть, его именно чекисты свернули. Тоже не исключено. Если подвести итог нашей с тобой беседы. Да, ФСБ сейчас борется с Шойгу и с Герасимовым не ради того, чтобы улучшить положение в российской армии и выиграть эту войну, а исключительно ради того, чтобы стать единственной силой, которая окружает Путина, в том числе и для того, чтобы в нужный момент, который им покажется важным и нужным, а того же Путина убрать тем или иным способом, для того, чтобы провести транзит власти. Ну, чтобы он был. Да? Да, сохранить Россию, сохранить Россию и перезагрузиться и подготовиться к следующим операциям. Следующим этапом глобальных войн. Это правда, да. Я чем больше думаю об этом варианте ФСБ убирает Путина, чем больше мы дискутируем и обсуждаем это, тем больше этот вариант кажется мне не только вероятным, но и чуть ли не наиболее реальным. Рано или поздно положение на фронте заставит Путина принимать сложные для него решения по Министерству обороны. Кандидатуры равные Шойгу по уровню личного доверия. У Путина нет. Ну, не ставят же на Минобороны воюющей страны какого-то очередного бывшего охранника, да, как это произошло с МЧС. Да и любому преемнику фанерного маршальского жезла понадобится время, чтобы войти в курс дел, принять такое огромное и максимально проблемное хозяйство, привести своих людей в конце концов. А это значит, что ФСБ получит преимущество и начнет наносить удар за ударом по армейским. Просто в силу привычки. Просто, чтобы еще усилиться. Логика власти. И получив еще больше силы и влияния, хотя сейчас кажется, что куда уже больше, но власть всегда требует еще больше власти для ее удержания. Спросите у любого политика. Группы ФСБ, вот те самые, о которых говорил Абас, придут к единственно правильному выводу. Зона роста, и она же зона угрозы для ФСБ, находятся только в Кремле. Так что следующая попытка будет менее телегеничной и эффектной, но намного более эффективной, чем марш справедливости Пригожина. Особенно после того, что случилось с Пригожиным и его лабухами. Блатной Пригожин на фарте ломанулся рогом и сгорел. ФСБ, когда примет решение о необходимости смены персонажей в Кремле, будет намного осторожнее, быстрее и решительнее. В любом случае, все, что происходит сейчас в России, это движение в правильном для нас направлении. Ну, во-первых, потому что все там криворуги, включая ФСБ. Все противоречия, вся борьба за власть, подковерная возня шестипалых организмов и думающих папоротников, все это по капле наполняет воздушный шарик российской смуты, который обязательно лопнет. Знаете, когда капаем, наливаем водой шарик, он в конце концов лопается. Так что мы болеем за обе стороны. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.